Как я еду обычно на дачу, еду с 50-летия квартала в Луганске. Захожу в магазин и там покупаю то сосиски, то колбасы 100 грамм. Ну, захожу и стою. Значит, заходит мужчина вот этот, такой пятнистый. Ну, вот это те, которые, они непонятно кто. Ополченцы, да, так называемые? Ополченцы это святое слово. Это ж нельзя называть ополченцами, которые за деньги. Которые все равно у кого стрелять, лишь бы больше платили. То это не знаю, как их назвать. Ну, наверное, иуды. Я так даже думаю. Ну, примерно вот так я на него смотрю. Он подходит к продавщице и говорит, говорит, вы не боитесь? Она говорит, а что? А почему у вас русский флаг в магазине не висит? Она стоит, думаю, так не поймет, что ей ответит. Потому что, ну, как бы, такой вопрос. Она говорит, ну, я здесь не хозяйка, я, говорят, просто продавец. А мне ее так жалко стало. Думаю, глянь, она стоит целый день, кто угодно может зайти. Что угодно сделать. Какого-то крышу там снесло, какого-то зэка, который в этом так называемом ополчении. Просто он застрелит и никто ничего не случится дальше. Никто не расследовать не будет. Милиция бездействует. А я говорю, молодой человек, что нам бояться? А язык же мой враг. Что нам бояться? А он говорит, вот, говорит, в том-то и дело, что только благодаря тому, что вы старая, вы можете остаться в живых в настоящий момент. Я координатор. Координатор чего? Я не знаю, что такое координатор. Ну, какой-то там у них, значит, чин. Или какой-то там у них, ну, какой-то там, которому дано право оскорблять всех или там, я знаю, какой-то такой координатор. В данный момент я не знаю. Ну, вообще, это ничего, это, конечно, очень печальное. А в автобусе, когда мы приезжаем через мост на Донце, и там стоит вот это вот оцепление. Ну, как бы, опять же, те же лица. Разные. Ну, так я понимаю, чеченцы вот эти. Потому что профессионалы стоят, видишь, пару человек стоят. Не какие-то со стороны, а именно люди, которые военное дело знают. Остальные там, то, звуки, то, там один 25 лет отсидел там в станице, его все знают. 25 за убийство отсидел, а он теперь наш защитник. Хорошее дело. Борец за русский язык. Ну, борец же ж, да. Так он заходит, проверяет паспорта. И говорит, вы, смотрите, у кого не будет паспорта, в городе должны ходить с паспортами, потому что в любой момент вас может остановить СМЕРШ и переводит СМЕРШ шпиона. Ну, я понимаю, о чем идет речь. Это значит, если ты в войну, например, тебе внешность чья-то не нравится, то ты можешь просто его застрелить и все. Потому что он, как бы, вроде какой-то дне тот, не свой. Ну, и переводишь. Вдруг кто-то не знает. Ну, а кто что он это? Значит, те, у кого не луганская прописка, то, может, украинцы, типа того. Так учтите, что вас могут задержать и отвезти в прокуратуру, в комендатуру. Уже и комендатура у нас отказывается. Вас могут отвезти в комендатуру, а потом я не знаю. Так, и пошел. Ну, и, значит, мы проезжаем. Ну, такие вот вещи, как бы, совершенно какие-то нереальные. Я говорю, никогда не думала, что даже было такое. Чтобы у нас в городе могло такое. Я могла слышать. Я думаю, может, я что-то не так слышу? Или что-то я не то вижу? Я говорю, это как какой-то сон дурной, понимаете? Дурной сон. И все. Ну, когда я иду вот это вот, начинаем от этого СБУ и до городка, и читаю все эти вот эти надписи, которые там, и такое читаешь, что... Ну, сейчас я, например, сейчас улыбаюсь, то тогда мне явно было недавно. Я думаю, какой-то кошмар. Я сплю, наверное. Написано, значит, бей жидок, спасай Россию. Причем Россия, если не верно. В другом российском. И что такое, что это за жиденье? Фашисты жиденья. Ну, нужен же враг какой-то. Затем, затем. Луганчане. Ты должен убить как минимум одного фашиста, скобка. Западник. И одного субтанта. Это католики. Еще там что-то католики. Католики и другие. И другие. Вот. А потом, значит, украсть. Украсть. Чтоб ее сдохнуть. Спивайтесь скорее. Украсть. Сначала до мне не дошло, что такое украсть. Я первый раз слышала. Ха-ха-ха. Украсть. 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 А вот это вот какая-то религиозная, православная, русская религиозная какая-то организация. Значит, каждый луганчанин должен убить одного того, одного того. Вот. Ну вот это просто. Короче, луганчане много кому должны, да, оказывается теперь? Должны всех поубивать. Я вот так вот одним словом это называю. Это мракобесие. Это безбожие. И этому будет конец. Я так вот считаю, что Бог положит этому конец. Это конкретная конец. В 67-м целом не скажешь, и погубит Бог волосатая темя, как смерть его своей безбогой. Погубит это назначено. Я бы это не знаю. Как это называют? Православный фашизм, по-моему, да? Сейчас вот новая появилась термина. Вот становится Бог становится праведливой, и выводит трохи силы из-за типа. Ну как могла? Как может ТЭЦ призывать? Убить. Ну, вот если ТЭЦ призвано призывать подписку, то это просто пресс. Делите. За каждого. Написано не убивай, да? А тут наоборот. Батюшки. И вот ребята за родину. А какую родину за войну, которая появилась позавчера. Родину за оборудование. Есть почва для размышлений здесь. Когда Крым взяли, почва для размышлений. Украинские церкви назначили такую плату за территорию, что они не смогли просто оплатить в долларах, как рассказывал священник Украинской православной церкви. И он говорит, я вынужден был бросить свою пасту, потому что, говорит, невозможно было это оплатить. Ну и теперь, я вот почва для размышлений, что у нас очень много самов православных российских, которые, собственно говоря, не только подчиняются, а праведничество России. Так может им тоже надо назначить оплату, а их столько много. Бюджет бы явно выиграл.